Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск видео из Европы. Сегодня видеоролик будет из города Познам, который находится в 20 километрах к юг западу от Берлина и с населением 182 тысячи человек. На самом деле город небольшой, но как мы сейчас увидим, несмотря на размеры города, колодром очень большой и сделан очень качественно. Это связано с тем, что в Германии очень распространено скалазание. И если вы спросите у рандомных людей на улице моложе 40 лет, то почти каждый ответит вам, что да, знает, что такое скалазание и даже возможно расскажет вам в чем различие между болдрингом и трудностью. 5-6 лет назад была статистика, что более 2 миллионов человек занимаются скалазанием на регулярной основе. При этом в стране проживает всего лишь 83 миллиона человек, что довольно много для такого размера площади, потому что в России проживает всего лишь 143 миллиона человек с площадью во много раз больше. Итак, сегодня я нахожусь в колодроме Снега Плюс, в Костдаме, и здесь довольно холодно, чуть теплее, чем на улице. Сегодня выпал снег в Берлине, на улице, наверное, 0, минус 1. В зале плюс 10, плюс 8, в футболке очень холодно находиться, поэтому я уже повисел на фингерборде, полазал на кампусе по большим ручкам, попрыгал, побегал. Стало теплее, я снял кофту, но все еще достаточно холодно, поэтому у меня будет длинный процесс разминки сегодня, наверное. Очень много простых трасс надо будет залечь, чтобы согреться. На категории особо стараюсь не смотреть, лазаю все, что попалось в глаза, все, что выглядит красиво. Какая-то странная трасса. Ручек для слаза нет, но здесь много пятерок. Вот, думаю, еще синенькую надо пролезть, она еще проще. Влюпил зацепки гигантские, они внутри очень хорошие. И даже не умея подтягиваться, вот здесь высокий зашаг, можно было... А, вот зацепка есть как раз, просто и говорил. Не умея подтягиваться, можно делать все перехваты, потому что я их делаю абсолютно на прямых руках. Их вообще не надо сгибать. Можно было побольше поставить ногу, конечно. Что-то поскупились. И это финиш. Странно, но по категориям желтое легче, чем синее, но по факту синее оказалось сильно проще, чем желтое. На самом деле, я только сейчас осознал, что здесь не по цветам зацепок даются категории, а по цветам стикеров. Это синяя трасса, а желтая имеет ментоловый. А ментоловый это уже третья категория по сложности. Это вторая. А вот и желтый кружочек. Это значит самая простая трасса, и выглядит она очень круто. Большие зацепки, гигантские. И это, оказывается, самая простая трасса. Желтый кружочек. Отседая цепок не важен. Я бы поставил две руки старт, так полегче. Потому что легче управлять своим балансом. Так у тебя две руки на одной прямой. И чуть сложнее. Непонятно, планировалось ли с накаты стартовать. Но ведь новички не умеют с накаты лазать. И что, здесь лягушка некоторая нужна. Это тоже достаточно тяжело для новичков. Ноги почти не видно слева. Но я не могу ничего плохого сказать про эту трассу. Потому что зацепки килтерс гриб, а я их обожаю. Это реально лучшие зацепки на рынке. Думаю, в районе 3С, 4А, может быть 3С+. Трудно, конечно, немного категорировать такие трассы. Четвертая по сложности категории. Это красные кружочки. Желтые зацепки. Старт с пятки. Опять пятка. Опять пятка. Носочек. Есть ручки для слаза. Но они не самые хорошие. И хочется чуть пониже. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Ведь все комментарии я читаю. И в одном из комментариев меня спросили. И даже немного попросили снимать более подробно про скалодромы. Если я снимаю обзоры скалодромов. Я стараюсь разделять видео на несколько вариантов. Первый это ревью. То есть это прям полноценный обзор скалодрома. Где я буду рассказывать какие туалеты, какие души. Что есть на ресепшене, что продают, сколько стоит. В каждом видео я не хочу этого делать. Плюс такая информация сохраняется как правило лично у меня. Почему? Потому что это очень важная информация для меня. И для тех кто хочет построить скалодромы. В свое время, силы и деньги я инвестирую в то, что узнаю как построен скалодром. Какие лучшие варианты были использованы для того, чтобы именно этот скалодром стал лучшим в Европе. Или даже в мире. Это одна из причин, почему я не хочу рассказывать полностью про все скалодромы. Потому что тогда моя основная цель пребывания на скалодроме слишком сильно распространяется. И многие люди смогут использовать это в своих целях. Я же наоборот пытаюсь монетизировать свой процесс. Не только благодаря съемкам. Потому что я организую выезды на скалы, тренирую учеников. Я пишу онлайн планы по тренировкам. Вы можете написать мне в личку. Я всегда вам отвечу. Но помимо этого я проектирую и пытаюсь строить лучшие скалодромы. Именно благодаря этому опыту, который я сейчас получаю. Путешествуя по Европе, по разным скалодромам. Я буду пытаться перенести и на новые скалодромы, которые мы вместе будем строить. Можно финишировать и так. Так явно сложнее. Не маленькая ручка для слаза. Хотя особо не помогает. Супер длинная трасса по синим зацепкам. Я даже не уверен, что получится и залезть. Потому что постоянно кто-то наверняка будет ходить. И загораживать. А еще она тяжелая. В том числе и тяжелая, потому что длинная. Еще один из вопросов был о том, как я выбираю скалодромы. На самом деле ответ достаточно простой. Я открываю гугл карты. Забиваю кламминг джим или клетан центрум. И дальше пытаюсь найти самые интересные и визуально красивые скалодромы. Как правило опыта достаточно, чтобы понять сразу. Интересный скалодром или неинтересный. К сожалению, текущая проблема большинства скалодромов, наверное, всех кроме Голландии и нескольких залов в Германии, в том, что у них мало тяжелых трасс. То есть, действительно, я залезаю почти все трассы. Например, сегодня челлендж у меня залить все белые трассы. И, наверное, не буду спойлерить, но вы догадаетесь, какой результат будет. При том, что белые трассы это 7B и выше, до 7C8A. И, несмотря на это, у меня в целом получается залезть за сессию все трассы. При том, что сейчас форма не очень хорошая. Лазаю 2 раза в неделю где-то в среднем. Иногда бывает чаще, иногда делаю отдыхи. Вот сейчас я монтирую видео, нахожусь в Италии. Здесь тепло, солнечно, классно. И это позволяет монтировать видео, не отвлекаться ни на что. Что, конечно же, большое преимущество для того, чтобы смонтировать видео. Но вот в ближайшую неделю или та же 2 лазать не получится, потому что здесь скалодромов нет. Есть скалы, но крошпеда нет. Мне очень понравилось движение, когда берешь актив. Актив плохой, и надо закинуть пятку. Круто. Из-за того, что трассы соревновательные и имеют свое количество баллов почти у каждой цепки. Из-за этого они такие длинные и траверсные. Угол закрыт. Очень маленькие плохие-то цепки под ноги. Еще один вопрос, который мне постоянно пишут в личку. Я решил озвучить его здесь. Возможно, это действительно настолько актуальный вопрос, что он много кому интересен. Суть вопроса, даже предложение, создать телеграм-канал и общаться непосредственно в нем. На самом деле, достаточно для меня трудный вопрос. Я не совсем понимаю, зачем это надо. Единственное преимущество, которое я придумал, это то, что вы можете задавать нам вопросы. И по этим вопросам мне будет легче снимать какие-то специальные видео. Ну, например, тема УФП. И вы можете задавать свои вопросы в посте. И затем мне их легче будет отсортировать и отвечать непосредственно на них. Это нам много проще, чем искать по всему ютубу вопросы, которые вы задавали в течение года. Нет, финиш. Финиш самозначен рельеф, поэтому мы можем зацепку брать, а можно просто за рельеф финишировать. Черная трасса с белым стикером, то есть 7B сложнее. Кладхолды, они всегда обычно скользкие, поэтому их надо было почистить сначала, перед тем как лезть. Попробуем сделать сидячий старт. Его тяжело делать, потому что зацепка крутится вверх, вот сюда. А я слишком снизу. На скалах такое бывает, что сидячий старт. Здесь такого правила нет, и стартовать стоя намного проще. Но в виде челленджа. Возвращаясь к вопросу про создание телеграм-канала. Но у этого же есть и свои минусы. Для этого вам нужно будет подписаться на мой телеграм-канал. Мне надо будет непосредственно туда что-то постить. Что публиковать в такое сообщество для меня не совсем понятно. Поэтому если у вас есть какие-то предложения, идеи, пишите их в комментариях. И думаю, уже после этого будет намного легче принять решение. Стоит ли создавать свой телеграм-канал или не стоит. Очень хорошо помню именно этот момент трассы. Правая рука очень плохой мизер. Левая чуть получше, но не сильно. И здесь вроде как очень стабильный перехват. Но из-за того, что актив очень маленький, кожи мало, чувствуется, как выскальзывают пальцы с актива. И думаешь про себя, хоть бы не сорваться. Из последних сил пытаешься сжимать эти активы. Углы держат. Стоило почистить рельеф. Он сразу стал держать. И уже совершенно другим раскладом леется. До этого я не мог руку отпустить. А сейчас я отпустил и прямо легко сделал перехват. Синенькая трасса также с белым стикером. И выглядит она тяжело. И непонятно, что круто. Расклад не очевидный. Также одна из классных идей, которую мне посоветовал мой подписчик, это начать снимать видео обзоры не только на соревнованиях, но еще и на вас. Тех, кто смотрит меня. То есть вы можете, например, прислать мне свои видео со своей тренировки. Неудачные попытки и удачные попытки. И мы их разберем. В чем разница между удачными и неудачными попытками. Почему не получалось? Почему вы сделали такое движение? И почему это было более правильно? Или наоборот, менее правильно? Пока что не совсем понимаю, как лучше всего сформировать такой выпуск. И основная проблема в том, что крайне трудно найти положение, где можно поставить камеру, где будет видна вся трасса, и ракурс будет достаточно красиво визуально. Но если вы можете и хотите принять участие, напишите также в комментариях. Думаю, это тоже отдельная, очень интересная тема для моего телеграм-канала. Крайне счастлив, что получилось залезть трассу на флэш, потому что она действительно тяжелая. И очень много сил отбирается. В связи с того, что здесь 45, 50, 55 градусов на лицах. Очень тяжело было. Но хорошо, что зацепка хорошая. И много ног. Это спасает. Старт оказался самым тяжелым, потому что нога далеко. И зацепка пассивная. Ее надо нагрузить за счет того, что ты ногой себя протягиваешь к стенке. Если ногой не протягиваешь достаточно к стенке, то есть они достаточно прокачаны с задней поверхности бедра. А именно эти упражнения с учениками мы часто делаем на задней поверхности бедра. Мостик, например, на валике. Именно это упражнение помогает хорошо себя протянуть к стенду и стартануть. Без этого упражнения я бы не смог принять стартовое положение даже. Еще хочется рассказать про музыку. Вообще, мне нравится делать видео, когда очень хорошо слышно звуки того, как я беру зацепки, как я лезу, как я говорю. Но на скалодроме иногда играет слишком громко музыка. И если я не буду добавлять свою музыку поверх, то YouTube меня просто заблокирует, потому что он считает, что я использую чужую музыку специально, хотя по факту просто на скалодроме громко играет музыка. С этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Так что получается небольшое наложение. Теперь я начинаю понимать, почему она такая, почему она отмечена белым квадратиком. Вообще, основная проблема на этой трассе возникла в том, что у меня очень мягкие скальники. Они классно стоят на больших рельефах, пирамидках. Они хорошо работают, когда нужно сделать какую-то пробежку. Это спортивный вариант хайлайнеров, бро. Но вот на маленьких зацепках они стоят очень-очень плохо. Именно поэтому на этой трассе мне приходится почти висеть на руках, а зацепки под пальцы очень маленькие, по 3-4 миллиметра, не больше. Это же финиш. Как я счастлив. Перед тем, как полезть, хочу сказать пару слов про трассу. Здесь можно использовать большие черные рельефы. Все деревянные зацепки есть во всех трассах. Также здесь довольно громко играет музыка. Но она мне нравится. Но мне не нравится, что я могу запанить за нее. Все, считаю это нечестно. Так, левая рука специально сделала похуже, чтобы не хотела захватываться, а шли в крест. Это усложняет трассу. Но усложняет по-умному. А еще здесь очень сильно пахнет пиццей, что мне не нравится. Уже вечер, и все начинают кушать. А я начинаю лазать. По итогу тренировки я могу сказать с уверенностью, что это одна из самых трудных трасс, которые есть сейчас на скалодроме. И она очень концентрирована. То есть самое сложное движение – это прыжок. Затем все очень просто. Пока я отдыхаю, давайте я вам расскажу, почему я срываюсь. Когда я делаю динамичное движение сюда, я стараюсь прижаться телом как можно ближе к стенду, чтобы как можно больше был запас на то, чтобы поймать зацепку. Я ловлю зацепку, но после этого неизбежно у меня появляется маятник от стены налево. И в этот момент я пытаюсь держаться из последних сил правой рукой. И в какой-то момент я настолько сильно отхожу от стены, что рука соскальзывает, выстреливает. Левой руки не хватает, чтобы удержаться на одной руке, повиснуть. И я падаю. Тут два варианта, которые могли бы помочь. Первый – это чуть получше трение, потому что цепка влажная, сейчас влажность. Не знаю почему. А второе – если бы она была чуть-чуть поглубже. Этого хватило, чтобы скомпенсировать как раз этот момент, который появляется, который отрывает меня от скалодрома. Классное место для отдыха. Можно почивить немного. Фу, начался тяжелый. Вообще, это смена рук. Я пришел сюда левой, а теперь я здесь правой рукой держусь. Вот такая трудная трасса оказалась. Очень крутая трасса. Если сначала я как-то скетически к ней относился, ну, тупая силовуха, то по факту оказалась очень интересной. И вверх прикольнее получился с разворотом 30-60. Сейчас немного подождем и полезем. Тренировка самая важная – это уметь подавать. Да и в съемке видео тоже. Вот, немного подождали, люди ушли. И теперь можно проводить трассу. Спасает большая пирамидка под ногу. Она прямо упрощает начало трассы. Ну, а что-то не сильно. Так не получится. Прикольно. И правой рукой уже старт беру. Что такое? Почему так трудно? Они вообще не держат на потолке. То есть надо это брать по-любому. И значит, сет, и надо дотягивать. Я думал, эти держат, а они вообще не держат. Ладно, попробую еще раз. Что-то очень тяжело соображать, когда ты в 3D-пространстве лезешь. Да, я знаю, немного нету рукой. Ну и что, сверху? Зацепки хорошие, да, лаз. Прям очень простой. Можно было бы сложнее делать. И опять же, как это часто бывает, поначалу думал трассу вообще отстой. Просто силовая, неинтересная. Оказалось, у меня очень крутой расклад, который я придумал буквально пока лез. Сначала такой расклад крайне трудно придумать. Сейчас я пробую отдельно, чтобы с другого ракурса снять то же самое, что я уже сделал. Но очень трудно вспомнить, что я сделал, потому что это был хаотичный набор движений, который сработал. Я взял левой рукой, по-моему, подход. Подклинил ногу. Подспил носочек. Спонтанный комплимент для тех, кто досмотрел до этого момента. Вы молодцы. Спасибо большое, уже прошло почти 20 минут. А для тех, кто живет в Европе, планирует переехать в Европу, или просто хочет съездить ненадолго в Европу, вы можете... Если у вас есть желание записать совместный ролик, вы можете написать мне в Telegram или Instagram. Также я провожу персональные тренировки, поэтому, если вы хотите улучшить свои навыки скалолазания, задать какие-то конкретные вопросы про ОФП, СФП, ЛФК, растяжку, тренировку, технику в скалолазании, на эти все вопросы я с удовольствием отвечу на наши персональные тренировки. Бесконечная краса. Все белые трассы закончились, перехожу на категорию пониже, пробуем черные. X-культ зацепки, не пластиковые, а значит, у них хорошее трение. Ногу повыше правой поставлю, так будет легче на нее засесть, и больше разгружу руку. Сократил немножко. Кто меня довольно давно уже смотрит, знает, что я люблю эти формы. Читовские вулканы. Обожаю их. Черные метки. А здесь интересные движения. Довольно тяжелый старт. Рукой надо наверх упереться и перепрыгнуть. Оп. Круто же. Часто ли вы такое лазаете? У себя на скалодромах. Есть зацепка, которую можно придержать. Но попробуй без нее. И финиш. Круто. Очень хорошая трасса. Черные зацепки Core. Английские. Вейдин Юнайтед Киндом. Вообще они мне очень нравятся. Форма старая. Эта форма, не знаю, лет 10, 15, 20. И зацепки блю пил. И рельефы блю пил. Тут прикольно, что старт за углом нога. Справа вообще нет ног. И благодаря этой ноге вся трасса обыгрывается. Ладно. Не получилось, как я хотел. Бывает и такое. Думал, что получится ногами обжать пирамидку, но не получилось. Так, большие сквадры зацепки. Тоже очень люблю их. По ним всегда получаются очень интересные. Часто, правда, нероничные трассы. Но не всегда. Трасса, в которой не хочется перелазить. Довольно трудная трасса, особенно учитывая этот прыжок. Наверное, надо было на две руки прыгать. Но не хватило сил прыгнуть на две руки, потому что на одну легче. То есть легче дальше дотянуться, когда прыгаешь на одну руку. В итоге на одну руку прыгнул. Несмотря на то, что все зацепки на этой трассе хорошие, почти все, здесь очень интересный старт. Он специально прикрыт соседней зацепкой, чтобы нельзя было подцепить пятку. А справа ног нету. В этом трудность трассы. Все время надо работать правой ногой в трене. Но трение с трением. Это облегчает пролаз. Вот это как раз одна из тех трасс, которые я не люблю. Надо очень сильно жать. Да, есть небольшое расположение, но очень тяжело, и на пальце большая нагрузка. Фиолетовая трасса по флэтхолдам, и здесь не совсем очевидный расклад. Возможно, он не супер хитрый. Сейчас мы узнаем это. Либо он силовой, не супер умный, либо он настолько хитрый, что я не понимаю, как его лезть. Это было тяжело. Это было очень тяжело. Финиш. Я пропустил много зацепок. Я пропустил достаточно много зацепок, и трасса показалась у меня очень тяжелой. Да, я устал. Но все равно трасса тяжелая. Черная трасса вообще не имеет никаких зацепок, только рельефы. Это прикольно. Всегда классно попробовать трассу, у которой нет зацепок. Пога здесь надо, чтобы скомпенсировать руку. Носочек спасающий. Финиш. Минутка разбора. Зачем я сделал пога? Я сделал такой мах и перехватился рукой. Есть два варианта, как можно сделать перехват. Поставить ноги, скрутиться или расположиться в распор, так, чтобы всю силу отваливания от стены вы компенсировали ногой или двумя ногами. Но здесь было легче и быстрее сделать пога. То есть я добавляю вектор к стене, я делаю вектор, в этот момент у меня ничто не откидывало с стены, и в этот момент я перебрасываю руку. Потом, естественно, меня откидывает обратно, но я уже двумя руками держу зацепки. Да, действительно. Такое движение более энергоемкое, оно больше энергии забирает. Но из-за того, что оно коротковременное, получается выигрыш силы. Если у вас хватает сил и опыта, такие движения использовать. Изумрудные. Блюпил. Прям ностальгия по монку. Там все тяжелые трассы по этому цвету зацепок накручены. Что такое? Слишком хорош зацепки на самом деле. Поэтому могу себе позволить кидать ноги. Довольно банальная трасса. Перебираешь зацепки, все они в целом хорошие. Поэтому на ноги не концентрируешься, а когда не концентрируешься, ноги, они уходят. Обычно это происходит автоматически, но здесь не настолько хорошие руки, что я начинаю задумываться. О, а можно было вот так, вручную зацепку, а можно было и так. И в момент, когда я начинаю придумывать другую трассу, у меня уходит нога. Синенькая трасса, она с черным маркером. Я вообще не хотел лезть, и не планировал, потому что я здесь уже попробовал желтую, за углом черную. Но думаю, что стоит его пробовать. Выглядит симпатично. О, даже дверки старт. Как-то мило. Ребята упрощают жизнь. Ну, ладно. Прикольный переход здесь на плечо. Дали мне рекомендации попробовать по ментолу черной метки. Мне кажется, это будет очень тяжелая трасса, потому что она слэбит по очень плохим зацепкам, а кожи у меня достаточно мало. Как бы странно это не звучало, но на этой трассе я провел около 30 или 40 минут, почти все время до закрытия скалодрома, и так и не получилось ее залезть под движением. Было очень мало кожи, было безумно больно брать доцепки, которые находятся на этой лежачке. Мне кажется, здесь всего полтора-два градуса, то есть это очень маленький угол для лежачки, ноги плохие, пирамидка очень плоская. Хочется выразить огромное уважение той девушке, которая залезла в эту трассу, не знаю, какой ее зовут. Это выглядело очень легко. И большое всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте поставить лайки, написать комментарий, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. И большое спасибо всем тем, кто подписывается на мой патреон-канал, тем самым вы помогаете мне посещать большее количество скалодромов и снимать ролики в более лучшем качестве. Пока!